Сын Человеческий Сын Человеческий Отречение апостола Петра. Погибель Иуды. Сын Человеческий Был взят под стражу в Гефсиманском саду. Все апостолы оставили Спасителя и в страхе разбежались. Только двое из них, Петр и Иоанн, издали следовали за ним. Была глубокая ночь. Вооруженные воины и храмовая стража привели связанного Спасителя на суд к первосвященникам. К престарелому Анне и его зятю, действующему первосвященнику Каиафе. Апостол Иоанн, знакомый первосвященнику, вошел во двор, а затем ввел и Петра. Увидев Петра, служанка, стоявшая при дверях, спросила его, «И ты не из учеников ли этого человека?» Петр ответил, «Нет». Ночь была холодная. Служители развели во дворе костер и грелись. Вместе с ними стоял у огня и Петр. Вскоре другая служанка, указывая на Петра, сказала служителям, «И этот был с Иисусом Назореем». Но Петр опять отрекся, сказав, что не знает этого человека. Приближался рассвет. И служители, стоявшие во дворе, снова стали говорить Петру, «Точно и ты был с ним, ибо и речь твоя обличает тебя. Ты – галилеянин». Тут же подошел родственник того самого Малха, которому Петр отсек ухо и сказал, что видел Петра вместе со Христом в Гефсиманском саду. «Тогда Петр начал клясться и божиться. «Не знаю человека сего, о котором говорите». В это время запел Петух. И вспомнил Петр слова Спасителя, сказанные им на тайной вечере. «Прежде чем пропоет Петух, ты трижды отречешься от Меня». В эту самую минуту Господь, которого вывели из дома, посмотрел на Петра. Взгляд Спасителя проник в самое сердце ученика. Стыд и жгучее раскаяние охватили его душу. Апостол вышел со двора первосвященника и горько заплакал о своем грехе. С той минуты Петр никогда не забывал своего падения. Святой Климент, ученик Петра, рассказывает, что апостол всю свою последующую жизнь при первом пении Петуха становился на колени и, обливаясь слезами, каялся в своем отречении. Хотя Сам Господь вскоре по воскресенье и Своем простил его. Наступило утро пятницы. Для суда над Иисусом собрался весь Синедрион во главе с первосвященником Каиафой. Господь Иисус Христос был осужден на смерть за то, что называл Себя Сыном Божиим. Когда Иуда-предатель узнал о смертном приговоре, то понял весь ужас своего безумного поступка. Ослепленный сребролюбием, он не думал о том, к чему приведет его предательство. Мучительное раскаяние овладело его душой, но это раскаяние было соединено в нем с отчаянием, а не с надеждой на милосердие и прощение Божие. Иуда пошел к первосвященникам и старейшинам и возвратил им тридцать сребреников, которые получил от них за предательство Сына Божия. Холодно и насмешливо отнеслись они к Иуде. «Что нам до того, — сказали они, — «Сам отвечай за свои дела!» Мучения совести, безнадежды на Божие прощение и веры в его любовь оказались бесплодны. Иуда не мог своими человеческими силами исправить содеянное. Не найдя сил бороться с душевной мукой, в ту же ночь он повесился. Первосвященники решили купить на деньги, возвращенные Иудой, участок земли для погребения странников. Тогда сбылось, реченное пророком Иеремией, который говорит, «И взяли тридцать сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали за землю горшечника, как сказал мне Господь». Преданный Иисус спас Вселенную, а предавший Иуда погубил свою душу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok